Итак, друзья, мы уже в Янджелит Моу, я и Фуад. Я немножко опоздал, когда получилось, уже были люди. К сожалению, я их не снял, но ничего, думаю, что еще кто-то пройдет. А я вот вручаю свой подписной лист, который собрал торжественную Фуаду. Принимай твой подписной лист, спасибо за поддержку, спасибо, что потратил свое время. Собрал подписи. Спасибо. Да. Никогда. Спасибо. Как вас зовут? Сабина. Сабина Ханум. Что вы думаете об этой акции? Будет какой-то успех? Не знаю, но я надеюсь и желаю удачи всем. А что бы пожелали нашим пешеходам? Ну, меньше осуэтидить. Осуэтидить? А нашим водителям тоже не все идеальные у нас водители. Да, чтобы учили ПТД. ПТД. Спасибо. Андрей Крупин, город Москва, и он же город Баку приездами. Да, как говорится, случайно рояль в пустах. Пришел Андрей Крупин нашу акцию поддержать. Андрей, что вы думаете о пешеходах в Азербайджане, Баку? Я каждый раз с болью смотрю на мать с двумя детьми, перебегающую улицу перед учащимися машинами и перед автобусами. И думаю, как же она не заботится о своих детях. Я считаю, что пешеходы в целом в городе Баку очень недисциплинированные. И они рискуют собственными жизнями. Или рискуют жизнями близких. И более того, они рискуют жизнью водителей. И вообще просто как бы они не понимают, что их неправильное поведение, нарушение правил дорожного движения может привести к более тяжким последствиям. Поэтому пешеходов нужно воспитывать. Их нужно воспитывать и в Баку, и в Москве тоже. И поэтому еще могу добавить, что это касается не только пешеходных переходов. И вообще в городе нужно уметь жить по правилам. С правой стороны стоять на эскалаторе, не толпиться у выходов в автобусах, в метро и в автобусах, уважать друг друга. А уважать участников дорожного движения не только важно, но это еще полезно для собственной жизни. Что пожелаете нашим водителям? Водителям, во-первых, я пожелаю иногда притормаживать при пешеходных переходах. Не мчаться на весь опор, чтобы пассажир, чтобы переходящий пешеход видел, что водитель его тоже уважает. Второй момент. Желаю водителям не парковаться на пешеходном переходе, не загораживать проход пешеходов. Ну и в целом, на самом деле, быть более уважительными друг к другу, поскольку на дороге все братья и сестры. Мне очень нравится город Баку. Я полюбил город и посвятил ему альбом, который я записал в прошлом году. Назвал его «Живое дыхание Баку». Здесь 10 песен моего сочинения о городе. Экземпляр этого диска имеет Микаил Алискеров, мой давний друг. Он очень много помогает. И помогал с выпуском диска, и помогал с нашими концертами. Поэтому, в пользу случаем, хочу Мишу поблагодарить. Именно поэтому я здесь. Потому что я знаю, что все те начинания, которые делает Микаил, они очень важны. И это один из немногих людей, о котором можно говорить, что у него есть гражданская позиция. И он проявляет гражданские инициативы. Спасибо, Андрей. Я от того, что не умру. Спасибо. Вот. Поэтому я бы хотел спеть одну песню из этого альбома, которая посвящается водителям, бакинским таксистам. И называется «Бакинский баклажан». Спасибо. Шеф свободен. Подвези. Нету ног, вези такси. Ай, карадаш, я сегодня как-то старую. Не в себе ни намази. Мои кости загрузи. И вези. И дощи, к нам в футбар. Да, не местная москвича, не Владимирича, не Ильича. Уже год. Да, нравится Баку. Ну, а ты, а как ты сам? Да мы ж ровесники, братан. И согружили мы в одном полку. Крутился колеса, жизнь прошла, как и миг. И баран покрутит, лысенький мужик. Дочка, внучка, мама. Карабаха, ваган. Тыс, бакинский баклажан. Ну, ты же в море наслужил. Помнишь, прапорщик, мутью? Отжимались ночью на плацу. Было все в СССР, да все разрушил этот хер. Вдвиг ему свободы по лицу. На филях кафе держал, только мент его отжал. Я вернулся в город свой родной. Бизнес был, согнули, хмоли обманули, сел за руль. Я кружу, как чайка над волной. Крутятся колеса, жизнь прошла, как и миг. И баран покрутит, все деньги мужик. Дочка, внучка, мама. Карабаха, ваган. Тыс, бакинский баклажан. Развернул он куда влево. Отключил счетчик смело. Вот здесь мой дом. А все дома снесли. Я покинется на все сто. Знаю всех на СТО. А дорогу, ну просто развели. Брат, мне деньги не давай. На кебаб или на чай приголошаю. Это мой презент. Ты меня не забывай. Вот твой номер, не включай. Позвони, я буду сеймомен. Крутятся колеса, прожала, как и миг. И баранку крутит, лысенький мужик. Дочка, внучка, мама. Карабаха, ваган. Тыс, бакинский баклажан. Спасибо, Андрей. Карил, победы вам, победы. Удачи вам тоже. Спасибо, Андрей. Азимья. Меня зовут. Фаридат. Поэт Харум, как вы узнали про эту акцию? Друг сообщил. Друг сообщил. Что вы думаете про эту акцию? Будет какой-то пользы? Должно быть, потому что так много людей подписывается под этот. Что вы пожелаете нашим пешеходам? Чтобы вы были осторожны, я тоже пешеход, и я тоже иногда совершаю ошибки и не хочу, чтобы за мои ошибки кто-то отвечал. А что вы пожелаете нашим автомобилюристам? Дуйте внимательнее все-таки и не доверяйте пешеходам. Спасибо. Настя, всем, каждому субботу. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, Андрей. Рады вас приветствовать. Я тоже вас. Что вы скажете? Свои оправдания. Почему познали? Я просто слов не нахожу от нашего общества, от этого сообщества. Это просто слов нет. Люди, которые не хотят отстаивать свои права. Ничего думают. Американцы приедут сюда и их права отстаивают? Или японцы? Или немцы? Кто? Кто? Для кого все это делается? Миллион водителей в городе, миллион. Из миллиона за четыре, за сколько, четыре недели хватает? Даже больше. Даже больше, да. Не умудриться консолидироваться хотя бы в едином вопросе написания подписи, даже не написания письма. Так вы думаете, почему средства массовой информации програнировали нашу акцию? Я лично прогрошал их всех, многие пока имеют. Наверное, это слабая организаторская ваша работа, поэтому, наверное, потому что они, вы не смогли убедить, что это важно. Наверное, поэтому... Не лично, я лично я послал прогрошения и в Минвал, и в ГАП, и в Афуаз, и в Кута Казамачана. Я понимаю, я понимаю. Нет, не сейчас. Здесь не писал прогрошение, что когда, и те, и во сколько будет. Не имеется в виду немножко другое, да. А в виде... Вот мы что сейчас пытаемся в этом письме? Мы что написали? Мы написали о том, что на сегодняшний день есть очень хороший закон азербайджанский. И просто в некоторых частях его, некоторые работники, от кого зависит это, рассматривают его. Вообще-то дела разбираются спустя рукава. Потому что никто, никто, по большому счету, с одной стороны, не верит, как бы, в справедливое решение. А с другой стороны, никто не отстаивает свои права. Вот я написал, по большому счету, что во вторник будет суд. Да, я видел, да. Да, я не знаю, это люди, куда люди. А что мы там просим? Мы там просим исключительно единственного правильного, справедливого, даже не справедливого, правильного, законного решения. Больше ничего. То же самое, что мы пишем в письмах, что мы товарищи. Чего мы желаем? Мы желаем объективного рассмотрения. Они просто наскочили, назначили виновного и убежали. И если существует такой штаб, что если человек вне машины, и если его сбили, он виноват, то пешеход. Пешеход всегда прав, как у нас обычно понимают. А все же не так? Всегда надо рассматривать вопрос, насколько и кто был виноват. Я считаю, что в 85% виновность лежит на пешеходах, пешеходах. И вот пока не будет одного показательного выступления, показательного суда, когда по вине пешехода, даже если он погибнет, а его правоприемники материально компенсируют ущерб, пока это будет не раскручено в СМИ, пока не добьемся мы того, чтобы было показано людям, что люди... Вот закон работает, и если вы не правы, как пешеход, то вы будете наказаны. До тех пор наши люди будут ходить между машин, будут ходить не по пешеходным дорогам, переходам. Как вы читаете, в Вакуу созданы нормальные условия для пешеходов? Что-что? В Вакуу созданы нормальные условия для пешеходов. Многие жалуются, что нет нормальных пешеходов, что их мало не хватает. Значит, дело в том, что пешеходные... А что будут пешеходные переходы? Дело в том, что не обязательно... Да, конечно, было бы великолепно, если бы наши пешеходные дороги были бы... Стояли бы светофоры не только для водителей, но и для пешеходов. То есть они должны быть оборудованы. Но когда говорят, что нет пешеходных дорог, люди знают, что по умолчанию любой перекресток является пешеходным переходом. Любой. И это мы, водители, должны знать. Поэтому для них вполне достаточно данной ситуации. Это, с одной стороны, бескультуря, а с другой стороны, именно то, что они ненаказуемы. Вы представляете картину, когда водитель, уходящий от пешехода, чтобы его не избить, делает аварию? В его логике надо найти этого пешехода и всю вину этой аварии возложить на него. Кто будет его искать? Проще повесить на него. И иди потом доказывать, что, чтобы не убить человека, пошел ударил в другую машину. Сейчас же город у нас оборудован камерами. Все, можно же, наверное, найти, если не при желании. Хорошо. А вы знаете, что, в принципе, каждое нарушение персофицировано, персофицировано. То есть, мы должны найти того пешехода, положить на него вину. А как бы, почему бы, по картинке, что он пробегал, когда вы на машине, вас проще найти. У вас номер машины, у вас там, то есть, здесь проще. Ну, а наши товарищи, представители полиции, ну, буквально имеющего сопротивления. Аварию сделал. Виноват водитель. Я не могу понять, почему он виноват, но вот это своего рода штамп такой, там, психологический. Пока мы его, этот стереотип, не разобьем, мы, как и будем, страдать от этого. Спасибо. Пожалуйста, выходите еще. Поехали. Поехали. Когда я ее отремонтирую. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Бедница земля. А я пеку-пеку-пеку, пеку. Где в мире? Я в Баку. Это вечный город, и вечный Рим. Я устал себя искать, от судьбы не вбежать. Где стоп-гран? Мой дух неутомил. Просто Бог и я неплох, Приканусь, чем Бог помог. Может кружить голову ужас в мир, Измай не пиши иначе не звани, Встретимся с тобой внизами! Ла-ла-ла-ла-ла, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Всё, рейнг-драва! Браво! Андрей Крупин. Большой поклонник городу Баку. Я полностью поддерживаю эту акцию и как водитель, и как пешеход. Потому что я считаю, что если будет справедливое разграничение ответственности, то каждый участник их движения, то есть и водители, и пешеходы, они будут знать, что за каждое неправомерное заключение будут внести соответствующую ответственность. И поэтому я считаю, что это очень правильное решение принять такой закон, хотя бы начать его рассматривать. Этим самым, я просто уверен, что будет большой процесс снижения дорожных транспортных происшествий, потому что если каждый из пешеходов будет знать, что не будет висеть вина на водителя, он будет знать, что он будет рассматривать сам. Поэтому он 10 раз поглянется перед тем, как просто перейти дорогу в неположенном месте и нарушить правила. Потому что правила, они важны не только для пешеходов, но и для водителей тоже. Спасибо. Как Вас зовут? Спасибо. Дело в том, что то, о чем мы говорим, это вообще понятно. В данной ситуации Вас спрашивает Ваше личное мнение, как водитель. Очень приятно, что есть водители, понимающие, осознающие. Очень хорошо, что Вы нашли время, пришли и проявили свой акт, вот это вот желание начать работать, не то, что слово начать работать неправильно, поддержать общество в борьбе за правильное рассмотрение вообще событий. В первую голову надо сломать ментальность. Не столько даже представителей исполнительной власти, я имею в виду полиции, сколько самих пешеходов, самих наших сограждан. То есть во всем это наше общество, и гаишники из нашего общества, и водители, и пешеходы. Но если в мою бытность, в мое детство в школе приходили, рассказывали, объясняли, были уроки по безопасности, не счастья всего этого нет. Все время у меня перед глазами стоит картина, когда на площади Нариманово идет женщина, молодая, в одной руке тащит ребенка года три, трехлетний держит двухлетнего за руку, еще одного ребенка на руках держит, и сама же еще и беременна. Практически вот эта куча, чему она от нее может научиться? Да, мы все водители, мы уступаем, пропускаем, да, эта женщина. Но, может быть, стоило бы ее наказать? Отвезти в отделение полиции, продержать три часа там, показать ей кино, к чему это может привести. Это ее недопонимание, что она рискует сейчас жизнью. она считает, что мы ей должны уступить. Я уступил другой, а если кто-то не видел? Она рискует кроме своей жизни, она рискует жизнью своих детей? У нас очень мало социальных роликов об этом. А вы знаете, не надо кроме того, что социальные ролики, не социальные ролики. Давайте познакомьтесь с законом о дорожном движении, да? Посмотрите, на кого возложена обязанность просвещать? На работников дорожной полиции. Почему не работают? Почему они показывают в 3-4 года одно делают какое-нибудь выходное, один раз выйдут в какую-нибудь школу, какое показательное выступление сделают, и все. Где работы ежедневные? Где? Ее нету. В этом вопросе больно все общество. У нас все, любые социальные слои. Мы больны, мы не блюдем собственные интересы, нам даже собственная жизнь получается, мы ее обесценили. Вот что самое главное. Спасибо. И так Фуат, сегодня последний день акции. Всем вас поздравляю. Как вы считаете, акция... У нас не последний день акции. Ты сказал последний день акции. Давно уже последний день акции. Вам слово, пожалуйста. У нас сегодня не последний день акции, да? Мы недавно присоединили к автоклубам нашу инициативу. И с сегодняшнего дня уже подключились автоклубы, и будем собирать подписи с автоклуба. Пожалуйста, представьтесь. Энур Атихоулу. И ПМВ клубы уже сегодня нашли подходить. Дальше Морседес, Хиндай и другие клубы. Считается, что они... Мы ждем их. Считается, что они... Мы ждем их. Обязательно. 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 В обязательном порядке они должны подключаться. Другого варианта нет. Хорошо. Я со своей самосказкой в последний день акции. Потому что у меня постоянно нет возможности сидеть, часами ждать. Там вот если сидел 34 часа, приходит 34 человека. Если у нас семья есть, у нас семья есть дела. Почему я объявил последние дни акции? Если кто-то лично хочет подписать, то со мной встречается лично. Я могу до конца месяца подождать. Но, опять-таки, собраться здесь с каждым, чтобы ходить, собираться здесь, у меня со мной нет возможности. Если у кого-то есть, возможно, увольнулись, возможно, все здесь вот. У нас зима есть, возможно. Пожалуйста, тут продолжают. Ни слав, ни равнина, здесь климат винует. Иду калами на от назад. Здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть. Но мы выбираем трудно быть. Опасны, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв, обогнуть. Но мы выбираем трудно быть. Опасны, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Но даже в них он поздно это хватал с небес. Внизу не встретишь, как не Тенис, за всю свою счастливую жизнь. Десятая доля таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как не Тенис, за всю свою счастливую жизнь. Десятая доля таких красот и чудес. Yes! Спасибо! Спасибо. Во-первых, мы играем в репертуар направления Франция, Италия, романтика. Мы играем вдвоём с аккорденистом Мусланом Тусейновым. И в данный момент мы играем вечерами в ресторане украинской кухни «Солоха» каждую пятницу в 19.45. По желанию, конечно же, мы исполняем песни, в том числе я иногда и пою собственные песни. Но в рамках ресторана, когда люди пришли отдохнуть, нет, конечно, возможности развернуться всей душой и показать свою авторскую программу. С авторской программой мы выступаем с концертами. И, в частности, 12 декабря состоялся первый концерт в Российском культурно-информационном центре вместе с бакинской поэтессой Алиной Толыбовой. Прекраснейшая поэтесса, я обожаю её стихи. Я пел несколько песен на её стихи, пел свои песни, она читала стихи. Следующая программа у нас состоится предварительно 21 марта. Тоже в Российском культурно-информационном центре. Она будет проходить в день поэта. И там мы будем петь песни, которые посвящены творчеству, поэзии и жизни. Мы будем выступать совместно с Алиной Толыбовой. Мне будет аккомпанировать ансамбль, который я создал, под названием «Андрей Крупин и бакинский тандем». В который входит коридионист Руслан Гусейнов, входит контрабасист Ильдар Иса Бабаев. Ну и иногда к ним присоединяются люди, которые играют на барабан. Поэтому добро пожаловать! Информация будет на моей странице в Фейсбуке. Информация будет на моей странице в Инстаграме. Я надеюсь, что Микаил к этому видео выложит ссылки всех моих данных и координат. Обязательно, ссылки на все эти страницы Андрея будут выписаны к этому видео. Спасибо, Андрей.